Друзья, всем огромнейший привет! С вами на связи с Тушленок Александр. В августе месяце, в начале этого месяца, была запущена битва агрессивных торговых роботов, целью которой было посмотреть, кто больше из торговых советников заработает за короткий промежуток времени и при желании и возможности посмотреть это в более долгосрочной перспективе. Что ж, пришла пора подвести первые итоги, посмотрим, кто больше всего заработал. Поехали! Перед просмотром видео, я настоятельно рекомендую подписаться тебе на телеграм-канал Робовладелец. Там тебя ждут ежедневные, еженедельные и ежемесячные отчеты о доходах торговых роботов. Честная и независимая оценка торговых советников для того, чтобы ты мог выбрать для себя лучшие варианты. Также, если ты новичок, там тебя ждут полезные обучающие материалы, как открыть торговый счет у брокера, какого советника лучше выбрать и так далее. И также в описании под видео ты найдешь ссылки для регистрации на брокерах, на которых мы ведем торговлю. В данный момент это RoboForex, Forex4U и брокеры Welltrade. Регистрируясь по этим ссылкам, ты получишь лучшие условия на рынке. Так что обязательно подписывайся на телеграм-канал Робовладелец, чтобы быть в курсе. Итак, перенесемся в табличку с битвой торговых роботов. Эта таблица находится в открытом доступе. Ссылку на нее вы найдете в телеграм-канале Робовладелец и в описании под видео. И сами сможете зайти, посмотреть, во всем убедиться. Итак, не дожили у нас до подведения первых итогов три советника. Диса-разгон, Бустер-разгон и Крипто-майнер. Бустер-разгон и Крипто-майнер это от одного разработчика, но Диса это от другого разработчика, соответственно, советник. Поговорим о лидерах наших. Они так иронично расположились, я не расставлял их ни в коем порядке, не сортировал. Но тройка лидеров расположилась. Первая, у нас как раз таки и тройка, да. Итак, абсолютным лидером битвы торговых роботов, вот на данный момент, является советник ВДА Крипто. Он показал доход за это время, с момента старта битвы, стартвал на 9 августа, то есть прошло немного больше месяца за это время. ВДА Крипто заработал у нас 103% при максимальной просадке 14 и 18. И он на данный момент является безусловным лидером в битве роботов. Две номинации. Первый, это максимальный доход заработал и получил самый выигрышный фактор восстановления. Это соотношение дохода к максимальной просадке. ВДА Крипто абсолютный лидер в битве роботов на данный момент. На втором месте по доходности у нас робот Йети. Заработал он 68,5% при максимальной просадке 19,38%. Соответственно, второй он по доходности и третий по эффективности, то есть у него фактор восстановления 3,53%, что ставит его на третье место. На третьем месте по доходности у нас торговый советник Кэт Силвер. Силвер заработал он 44% при максимальной просадке 10,35%. И по эффективности этот робот стоит у нас на втором месте. Как я и говорил, получилось довольно иронично вот эти все три робота, которые являются у нас первыми после слившегося дисоразгон и заняли все призовые места в двух категориях. Ну вот, собственно, у нас вот мониторинги, вот эти тройку лидеров давайте пройдем, чтобы вы сами убедили, что все здесь у нас на самом деле так и есть. Реальный счет, вот ПВД Акрипто у нас доход, доход, просадка, вы все это можете наблюдать сами. Вот у нас доходность, максимальная просадка, Кэт Силвер. Вот так же можете наблюдать, что все как в табличке указано, ну и по всем остальным роботам вы сами можете зайти все и проверить. Вот, друзья, такие у нас с вами получились результаты битвы. Я считаю, что есть советники, которые себя хорошо зарекомендовали. Если вам будет интересно, то в принципе на лидеров из этой битвы можно будет записать обзор, а вы уже сможете добавиться на ресурсы этих советников и понаблюдать, поизучать, посмотреть, если вам интересны эти торговые системы. Я же хочу, чтобы они дальше продолжали работать. Мне бы хотелось, да, чтобы посмотреть в долгосрочной перспективе, как они будут себя вести. Понятное дело, что с учетом определенных рисков. Еще отдельной категории людей, которая подала заявки на битву торговых роботов, непонятно с какой целью, либо просто не было условий для их торговых систем, чтобы они себя показали во всей красе, да, либо они изначально подавались с какой-то целью, просто непонятные либо мне, либо они хотели какие-то там номинаты забрать в разделе «Минимальная просадка», да, но когда советник подает заявку на участие в битве агрессивных торговых роботов и зарабатывает при этом до 5%, больше чем за месяц, но это смешно, как по мне, да. Вот такие вот, друзья, дела, поэтому дальше продолжим наблюдать за этими торговыми системами и посмотрим, как они себя будут вести. С вами на связи был Стошленок Александр, до новых видео, пока!